Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Елена Зинатулина. И вот о чем расскажем в выпуске. Дефицит водителей, устаревший транспорт и рост жалоб от пассажиров. Дети страдают, и дети страдают. Школа опаздывает. На остановке он не стоит, не смотрит. О проблемах общественного транспорта и задачах для их решения в репортаже Вероники Гайнадиновой. Излюбленное место отдыха казанцев превратилось в свалку. Конечно, неприятно отдыхать среди мусора. Откуда столько мусора на Изумрудном озере и кто должен его убирать, выясняла Алена Струминская. В Бильярдске стартовала заключительная смена Международного молодежного форума СССР. На открытие приехал Рустам Миниханов. К нам приезжают дети из регионов России. В этом году это порядка 30 регионов. Наши соотечественники. Подробнее о материале с Ириной Васильевой. Татарстан окажет помощь жителям Курской области, пострадавшим от нападения ВСУ. Такое поручение правительству сегодня дал Рустам Миниханов. Насилие в отношении мирного населения он назвал варварство. Раис выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Среди пострадавших есть дети. Сейчас они находятся в больницах. Рустам Миниханов выразил им особые слова поддержки. Для сбора средств создали специальный счет в благотворительном фонде Акбар Созидания. На экране указаны реквизиты. В назначении перевода необходимо указать помощь жителям Курской области. Всю информацию можно получить по номеру телефона. Водитель КАМАЗа, который столкнулся с поездом Казань-Адлер, сегодня скончался в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Волгоградской области. Напомним, 44-летний мужчина был госпитализирован в начале прошлой недели после страшной аварии. Грузовик под его управлением выехал на красный свет на железнодорожные пути и столкнулся с пассажирским поездом. С рельсов сошли 9 вагонов, 7 опрокинулись. Были госпитализированы 19 пострадавших, трое в тяжелом состоянии. Один из них как раз был водителем КАМАЗа. Излюбленное место отдыха превратилось в свалку. Казанцы жалуются на горы мусора на Изумрудном озере. Фото с разбросанными вдоль берега отходами появились в социальных сетях еще в выходные. Сегодня на место выехала наша съемочная группа и застала ту же картину. По словам жителей, здесь не одной урны, а поблизости не одной мусорной площадки. У озера наш корреспондент Алена Струминская насчитала десяток несанкционированных свалок. Изумрудное озеро – любимое место отдыха Дины Султановой. Только в этом году оно больше похоже на мусорный полигон, говорит женщина. Повсюду бутылки, стекло, пластиковая посуда и остатки еды. Конечно, неприятно отдыхать среди мусора, потому что мы сами периодически мусор собираем, где можем. Непонятно, почему люди всегда оставляют мусор там, где отдыхают. В воскресенье казанцы выложили эти ужасающие фотографии. На берегу нет и клочка без мусора. По словам отдыхающих, такая картина здесь все лето. Здесь мы давно уже купаемся, наверное, лет 20-25, рядом живем. Разные времена были. В одно время не убирались, потом стали убирать. А вот последние годы убираются, но плохо убираются. Люди не увозят с собой. Мусор есть. Приезжих достаточно много, особенно в выходные дни. Мусор, естественно, тоже с собой привозят достаточное количество. Но убирают не все далеко. Убираются здесь местные жители, очень часто собирают все волонтеры. 5 числа мы сюда приезжали, на территорию, было грязно. Сейчас я могу сказать, это еще чисто. Ситуацией на Изумрудном заинтересовалась природа, охранная прокуратура и экологи. Они приехали сюда с проверкой. В этот понедельник мусор убрали. Но сегодня все та же картина. Возникает вопрос, кто отвечает за уборку? На данной территории, получается, убирается подрядная организация, которая заключила договора с администрацией Кировского Московского района. В адрес лица, допустившего нарушение, а также собственника земельного участка, будет дано предостережение на ликвидацию несанкционированного складирования отходов. Мы обратились в администрацию Кировского и Московского районов. Название подрядной организации, которая занимается уборкой этой территории, они по непонятным для нас причинам не называют, хотя должны быть заинтересованы в скорейшей ликвидации изумрудной свалки. Подрядная организация, закрепленная за данной территорией, ежедневно осуществляет уборку и вывоз мусора в соответствии с заключенным контрактом. Тем не менее, мусор продолжает скапливаться из-за большого наплыва отдыхающих, которые, к сожалению, часто оставляют его в несанкционированных местах. Местные жители в ежедневности уборки сомневаются, и сама система не располагает к чистоте. На территории всего одна урна. Этого явно недостаточно для популярного места отдыха. Сегодня во время съемок работники подрядной организации мусор убирали, но не везде. Оказалось, компания отвечает только за часть территории. То, что вот за этой вышкой мы не убираем, там уже не наша область. Но первое время мы там убирались, просто администрация сказала нам конкретную территорию убирать. Грязно не только рядом с озером, но и чуть дальше, вот тут, около леса. Здесь также бутылки, остатки пищи, консервные банки и пакеты. И если за прибрежную территорию отвечает администрация района, то кто должен убираться здесь, остается неясным. В администрации района пояснили, они отвечают за свою территорию, за остальную город. Это комитет внешнего благоустройства. Там нам ответили на место, выезжали и свою территорию проверили. Говорят, у них чисто. Но мы сегодня не нашли их чистую территорию. Почему здесь нет мусорных площадок? Кто и на какой территории Изумрудного должен ежедневно убираться? В этих вопросах предстоит разобраться природоохранной прокуратуре. Иначе озеро получит новое название, совсем неблагозвучное. Алена Струминская, Алмаз Зидинов, ТНВ, Казань. С 22 по 24 октября включительно для госслужащих в Казани будут выходными. Указ об этом подписал Рустам Мениханов. Документ подготовлен в соответствии с указом президента России в целях обеспечения общественной безопасности в дни проведения саммита стран БРИКС. Как пояснили в Минюсте республики, выходные с сохранением зарплаты коснутся сотрудников госучреждений и подведомственных им организаций. При этом работать будут те, кто обеспечивает функционирование этих структур. Такие же рекомендации о выходных даны и для казанских организаций, независимо от форм собственности. Режим работы предстоит определить работодателям. У детей в это время будут каникулы. Такой же вопрос обсуждается в вузах и СУЗах. Это значит самое время сходить в отпуск и родителям, и всем вместе провести большие семейные выходные. Подготовка к саммиту БРИКС вышла на финишную прямую. Сегодня Рустам Мениханов провел заседание Республиканского оргкомитета. Координацию подготовки, в том числе деятельность 14 рабочих групп, осуществляет оперативный штаб. Ведется большая работа по улучшению городской и транспортной инфраструктуры, ремонту дорог и инженерных сетей, благоустройству города. Значительно усилены меры безопасности и антитеррористической защищенности. Ремонт завершен на 18 трассах. Дополнительно высадили 300 деревьев и 5000 кустарников. Заменили сети воды и теплоснабжения на 14 участках дорог. Завершено благоустройство шести общественных пространств. Это парк Тысячелетия, Булак с заменой фонтанного комплекса пешеходной улицы Баумана. Также отремонтировано здание Ратуши. Сейчас приводят в порядок входную группу парка Горького и Стеллу Казань. Особое внимание Рустам Мениханов поручил уделить подготовке инфраструктуры гостеприимства, а также обучению персонала гостиницы и повышению их квалификации. Нам необходимо сейчас обсудить состояние решения тех вопросов, которые возложены у нас. Нам сейчас надо детально подготовиться к федеральному оргкомитету, который пройдет 21 числа в Москве. Повышенный износ автобусов, нехватка водителей и кондукторов, банкротство по ТП и долгое ожидание транспорта. За последние четыре года число жалоб от пассажиров в Казани выросло на 70%. Сегодня острую тему обсудили на сессии Казгурдумы в обновленной к саммиту Брикс-Ратуше. Почему на дороге вкладывают миллиарды, а трафик все равно перегружен? Даже после модернизации общественный транспорт теряет популярность, а метро строится недостаточно быстро. Что предлагают для решения этих вопросов? Репортаж Вероники Гвинодиновой. Раньше с внучкой добирались только на двух автобусах. Мы на 37-м, а потом пересаживались на Энерго и ехали до Площадь Свободы. А сейчас мы ездим на четырех автобусах, чтобы добраться. Галина Абрамова живет на Сухой реке. Говорит, с тех пор, как отменили 37-й маршрут, выбраться из поселка становится все труднее. Уехать невозможно. Автобус приходит уже битком. Мы уже еле-еле стоим. Кое-как уже. Когда влезаем, раз-два мы уже просто сесть в автобус не могли. У ДК имени Ленина в авиастроительном районе на остановке многолюдно. Большая часть людей ждут 40-й автобус. Его маршрут с июля сократили, чтобы уменьшить время ожидания. Жители говорят, проблему это не решило. 40-й сейчас езжу, жду. Вот его не было. Сначала показывал 13 минут, и потом он резко исчез. А сейчас показывает 26 минут. МСИ страдает, и дети страдают. Школа опаздывает. За 4 года количество жалоб на общественный транспорт от казанцев увеличилось на 70%. Это одна из социально значимых проблем города. На маршрутах работает 9 предприятий. Два из них муниципальные и 7 частных. 6 перевозчиков за последние 5 лет обанкротились. Пассажиропоток сегодня ниже до пандемийного уровня. На маршруты выходят только 70% автобусов. Одна из проблем – дефицит кадров. В Казани сегодня не хватает почти 700 водителей и больше 600 кондукторов. Из-за неукомплектованности приходится перерабатывать. Например, водитель автобуса выходит в рейс в 5 утра и заканчивает только в 11 часов. При норме 160 в среднем они работают по 220 часов в месяц. При этом зарплата – 110 тысяч рублей. У таксистов – в два раза больше. Для решения кадрового вопроса перевозчики предлагают включить водителей общественного транспорта в программу соципотеки и ввести целевое обучение на категории C и D в колледжах. Например, сегодня даже в автотранспортном техникуме по учебной программе можно получить только категорию B на легковые машины. Сегодня больше наших профтехучилищ, СПТУ, институтов базовых нужно будет подключать по программе обучения водительского состава, переобучения водительского состава. Очень важно, чтобы это обучение для того, кто переобучает, было минимальным по стоимости, а может быть бесплатным. Сегодня крупные АТП уже на это идут, делают свои автошколы, переобучают людей. Нехватку кондукторов частично решает автоматическая система оплаты, которую полностью ввели в трамваях и троллейбусах. Для борьбы с зайцами в транспорте в исполкоме предлагают увеличить штраф с 300 до 2500 рублей. В этом году валидаторы для оплаты проезда начнут устанавливать и в автобусах. Повышенный износ транспорта – одна из главных проблем в Казани. Сейчас необходимо обновить 207 автобусов. Планируется приобретение 157 автобусов газовых большой вместимости марки «Нифас» по договорам лизинга САО ГТЛК. Благодаря вашей поддержке, уважаемый Ильсураевич, в бюджете Казани на 2024 год уже предусмотрено 44,6 миллиона рублей субсидий на частичную оплату по договорам лизинга. Аналогичная поддержка предполагается и из бюджета Республики Татарстан. Недостаточное финансирование транспортной отрасли – об этом также говорили сегодня. Объем инвестиций в дорожное строительство больше субсидий на общественный транспорт. Один из самых острых вопросов министру – почему в Казани за 20 лет построят всего 15 станций метро, а в Москве за 10 лет – 150. По метро идем темпами для города Казани, наверное, может быть, не совсем достаточными, с вами согласен, но здесь вот все дело в средствах. Ильсур Медшин отметил сегодня проблемы общественного транспорта. Волнуют жителей наравне с ЖКХ и здравоохранение. Есть 10 рублей, а задач каждый год у нас как минимум на 15. Мы думали, что навсегда эти вопросы порешали. А сегодня опять недовольство и критика, заслуженные со стороны наших пассажиров, со стороны жителей Казани, она выросла. И если мы забыли об этой проблеме 10 лет назад, то сегодня она входит в первую пятерку. И нам надо опять-таки возвращаться к этим вопросам. За последние пять лет в строительство и реконструкцию дорог в Казани вложено 84 миллиарда рублей, в то время как субсидии на общественный транспорт в 10 раз меньше – 8 миллиардов. Строительство новых дорог не решает проблему пробок, говорят на заседании. Люди выбирают личные авто. Я тоже езжу по этим новым хорошим дорогам, но мы, уважаемые коллеги, должны признаться, что мы в большинстве своем стоим в пробках на этих дорогах. И следовательно, ни о каком приоритете общественного транспорта в городе пока и речи быть не может. В Казани сегодня почти полмиллиона автомобилей. Каждый год это число увеличивается на 20 тысяч. Сегодня на тысячу водителей приходится 360 машин. В общественном транспорте же пассажиров все меньше. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Проект республиканской программы обновления сетей ЖКХ представят правительству Татарстана уже на этой неделе. Об этом сегодня сообщил глава Минстроя Марат Айзатуллин. Он провел встречу с журналистами в преддверии Дня строителя. Накануне разработать региональную программу поручил Рустам Иниханов. Сейчас в Татарстане протяженность всех сетей тепла и водоснабжения порядка 26 тысяч километров. Около трети это 8 тысяч требуют замены. В крупных городах износ более 50 процентов. Необходимость принятия ключевого решения показал прошлый зимний сезон. Тогда сразу в нескольких городах тысячи жителей оставались без отопления в самые морозные дни, где это не было горячей воды. Изношенность там очень серьезная. Если в цифрах, то переводя наши сети, это порядка около 32 процентов нам надо заменить сетей. Но это 8 тысяч, ну вы представляете, какой метраж. Понятно, что это за год не реализуется, поэтому чтобы их реализовать, тоже надо быть готовым. Готовым и с проектной смертной документацией, подготовкой, так скажем, и материалов, и всего, и подрядчиков к тому же. В Синоптике распространили предупреждение об ухудшении погоды. Завтра по республике ожидаются грозы. Во время дождя усилится ветер до 18 метров в секунду. Местами возможен град. Погодные сюрпризы на этом не закончатся. Ночью и утром прогнозируют туман. Нужно быть осторожными водителям, которые будут в это время на трассе. При этом будет тепло до плюс 27. Потом погода начнет меняться. С пятницы ожидается понижение температуры. Госавтоинспекция возбудила уголовные дела из-за ненормативного состояния дорог в Казани. Почему четыре года не могут найти деньги на ремонт ям в самом центре города, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Мениханов принял участие в заседании Совета при полпреде президента России в ПФО. Оно посвящено вопросам научно-технологического развития. Игорь Комаров подчеркнул, безопасность и развитие страны обеспечиваются надежной научной основой и прорывными технологиями. И сейчас важно правильно встроить регионы в единое научно-технологическое пространство. Половина субъектов округа входят в число российских лидеров. Татарстан в этом рейтинге на втором месте после Москвы. В Поволжье кооперацию государства, бизнеса и науки выстраивают четыре научно-образовательных центра мирового уровня. Один из них находится в Казани. Молодежное движение «Солят» в этом году отмечает 30-летие. С юбилеем «Солятовцев» лично поздравил Рустам Мениханов. За эти годы его участниками стали 450 тысяч детей со всей России и многих зарубежных стран. Сегодня райсреспублики прибыл на площадку Международного образовательного форума в Белярске. Здесь сейчас занимаются 800 участников. Все лекции и мастер-классы проходят на татарском. Как подчеркнул Рустам Мениханов, «Солят» вносят большой вклад в сохранение национальной культуры, традиций и родного языка. О движении «Объединяющим поколения» репортаж Сирины Васильевой. В окружении друзей с хорошим настроением. Шестая смена Международного образовательного форума «Солят» посвящена движению первых. Началась она с хоровода знакомств. Здесь 800 ребят со всей республики. На занятиях ребята создают свои проекты. Направления самые разные. Наука, добровольчество, патриотизм, дипломатия, экология и другие. Алмаз Нигмадзианов из Кукмарского района. В лагерь приезжает третий год подряд. Здесь он развивает лидерские качества и совершенствует владение татарским. Я очень хорошо развил коммуникацию и научился понимать, наверное, людей, находясь здесь. Очень много друзей у меня завелось, с которыми и вне «Солята» я в тесном общении. «Солят» для меня – это семья. Индира Хабибулина из Казани. Приехала сюда для развития творческих талантов и старается больше узнать о национальной культуре и традициях. Движение «Солят» в семье Индиры занимает особое место. 22 года назад именно здесь познакомились ее родители. Ну, сначала это для меня особой роли не играло, просто как лагерь для всех, обычным. Но потом, когда я приезжала сюда каждый год, каждый год видела знакомых с того года, проводила с ними большое количество времени, я поняла, что это неотъемлемая часть моей жизни. Сегодня лагерь посетил Рустам Миниханов. В числе гостей – председатель комиссии по сохранению ратных языков Марат Ахметов, главой Минобра и Минкульта. Солятовцы встретили их кулинарным мастер-классом, здесь приготовили губадзию. На занятиях солятовцы изучают и основы программирования. Раису презентовали сайт «Икетель. Два языка». Он автоматически переводит текст на татарский язык. Рустама Миниханова ознакомили с лабораторией по созданию IT-решений для популяризации татарского языка и культуры. Многие подходят и интересуются, как это быть программистом, как развиться в IT-сфере. И все достаточно просто. И мы объясняем, как добиться по карьере этого. Раис Республики пообщался с детьми. Посетил лекционные залы, пообщался с ребятами. Ответил на их вопросы и пожелал молодежному движению процветания. В этом году оно отмечает свой большой юбилей. Ему исполняется 30 лет. Рустам Миниханов отметил, солят вносит большой вклад в сохранение национальной культуры и традиций родного языка. Руслан Миниханова ознакомился с детьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова областей и других. Это победители и призеры Олимпиад, научных конференций и творческих фестивалей. Движение «Салядь» занимает важное место в развитии языка и национальных традиций. Ведь все лекции, мастер-классы и концерты здесь проходят на татарском языке. К нам приезжают дети из регионов России. В этом году это порядка 30 регионов, наши соотечественники. К сожалению, в их обычной жизни нет такой языковой среды, которые практически везде. И вот соскучившись по этой атмосфере, они возвращаются в «Салядь», где и музыка звучит на татарском языке, и вечерние мероприятия, и общение внутри отрядов. В республике «Салядь» параллельно проводят стационарные лагеря. Этим летом проведут 33 профильные смены для татароязычных детей со всей страны. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Алексеевский район. В Белярске Рустам Маниханов посетил подростковый клуб «Юнармеец». Два года назад его капитально отремонтировали. Оборудовали раздевалки с душевыми, установили пожарную сигнализацию, видеонаблюдение. Занятиями охвачены больше 300 детей. Раис Республики пообщался с ребятами, посетил музей, актовый и хореографический залы, скалодром, компьютерный класс. Также он ознакомился с тем, что юнармейцы изготавливают для бойцов СВО. Это окопные свечи, сухой душ, пищевые полуфабрикаты. В завершении визита Раис вместе с героем России Расимом Баксиком возложил цветы к памятнику воинам из Белярска. Также Рустаму Маниханову показали территорию Святого Ключа. Это место паломничества сразу для трех конфессий – мусульманство, христианство и язычество. Сейчас здесь идет благоустройство. Ежегодно Святой Ключ посещают около 110 тысяч человек. Герои следующего репортажа вы могли видеть на баннерах, посвященных контрактной службе. Многодетный отец из наберных чулнов подписал контракт и уже полтора года на СВО. Позывной взял самый патриотичный – татарин. Наша съемочная группа встретилась с ним, когда боец приехал в отпуск в родной город. Когда с 2014 года началась вся эта ситуация, конечно же, безразлично это все было мне. Я наблюдал за этим, я следил, сидел на телеграм-каналах. С началом СВО мужчина решил его место на передовой. Супруга поддержала главу семьи. Я сказал, что вот, хочу вступить в ряды. То есть я хочу в этом участвовать. Я хочу отстаивать, защищать интересы нашей родины, помочь нашему братскому народу. Потому что я категорически не сторонник всех этих фашистских идей. В Татарстане сегодня одни из лучших условий для контрактников. Это единовременная выплата до миллиона 700 тысяч рублей и поддержка семей. У татарина семь детей, для него льготы важны. Говорит, ни дня не жалел о своем решении. Коллектив хороший, ребята стали как родные. Командир бережет личный состав. Он командир с опытом. Он, кстати, сам родом с Киева. И он очень бережет наш коллектив, то есть бережет личный состав. Поэтому вот прямо вот так вот не отправлять на задачи, которые очень большой риск, либо погибнуть, либо попасть в плен. Пока мы беседовали с Татарином, к нему подбежала маленькая девочка. Здравствуйте, вы нас слушаете? Да, конечно. Что там? Вот это вам, чтобы вас оберегало. Сама сделала? Угу. Оказалось, ее отец тоже служит на СВО. Я подарила солдату браслетик с надписью «Успех», чтобы он оберегал. Я считаю их героями. Они нас спасают, они держат чистое небо над головой. Военнослужащего долго не хотели отпускать. А земляки подходили, чтобы сделать с ним фото и поблагодарить за службу. Лена Зинатольевна, Альмир Гвинудинова, Кирилл Хабзей, ТНВ, Набережные Челны. Сегодня в Казани завершилась жеребьевка медиапространства для агитации на выборах в Госсовет Республики. Бесплатное эфирное время и печатные площади в СМИ получили кандидаты-одномандатники с 26 по 50 избирательные округа. Накануне в процедуре приняли участие кандидаты от других округов и представители партий, выдвинувших свои списки. Это «Новые люди», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Единая Россия» и КПРФ. В 50 округах будет 397 одномандатников. Для агитации они получат равные возможности. Для этого безвозмездное эфирное время и печатное пространство предоставили порядка 100 СМИ. На ТНВ и Балгар-радиоса будут транслировать дебаты и агитационные материалы партий и одномандатников. В Нижнекамск приехала команда известных художников из Махачкалы, Москвы и Екатеринбурга. Они начали рисовать первые муралы в рамках паблик-арт программы «Камон». Реализует ее компания «Сибур» совместно с городской администрацией. Новые арт-объекты сделают город интереснее и будут отображать его идентичность. Ловкими движениями художник Алексей Таракин наносит краску на фасад дома номер 5 по улице Мира. Он разукрасил уже порядка 100 домов по всей стране. Сейчас готовят новое полотно в Нижнекамске. Нам нужно нарисовать такие падающие тени, чтобы это было реалистично. Это как бы очень важно. Задумка этого мурала – изобразить на доме предметы быта из полимеров, которые выпускают в Нижнекамске, и сделать это в виде эффектного 3D-рисунка. Реализует проект команда «Спектр», объединяющая художников из разных городов страны. Когда человек идет из дома на работу или с работы домой, он когда цепляет глазом наши работы, он останавливается, смотрит и не понимает, что происходит. По-настоящему это сделано? Ну, какая-то конструкция из дома торчит или не по-настоящему это? Потом подходит, смотрит и, конечно, впечатляется. Накануне была проведена большая исследовательская работа. Команда проекта изучала историческую идентичность Нижнекамска и влияние на него татарской культуры, промышленности, природы. Сделала срез мнений горожан, и на этой основе были разработаны эскизы муралов и скульптур. Это более 10 муралов, которые украсят фасады домов в городе Нижнекамске. Плюс это арт-объекты, которые тоже появятся на улицах нашего города. И будут превращать городское пространство в некую арт-галерею, которая, как мы и надеемся, понравится нашим жителям, понравится гостям города и станет украшением Нижнекамска. Паблик-арт программа Камон – это современный проект Сибура и администрации города. Разработана она для того, чтобы украсить город с помощью искусства, придать ему индивидуальный колорит. Второй мурал сейчас создают на фасаде дома «50 лет октября 12». Рисует его художник из Дагестана Андрей Калугин. Он принимал участие в создании граффити парков Забайкалья, расписывал скалы в Осетии, рисовал муралы в Махачкале и Дербенте. На работе изображен мальчик, который сажает саженье, цветок. То есть посыл работы такой, что вообще все мои работы о природе, о человеке и природе. И эта работа не исключение, так как здесь показан мальчик, который приобщает всех остальных и себя к природе, что нужно беречь ее, нужно оберегать. Оценить все работы, созданные в рамках паблик-арт программы Камон в Нижнекамске, можно будет ближе к середине осени. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дехате. До встречи в 21.30. Выкладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани. 2-167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода, в Болтосях, Кукмаре, Арске облачье с прояснениями. Осадки. Температура днем плюс 22-24. Ночью плюс 15-16 градусов. В Буинске, Опасково и Тетюшах переменная облачность. Временами дожди. Температура днем 23-25. Ночью 14-17 градусов тепла. В Чистополе, Нурлатах и Мамадыша будет облачье с прояснениями. Пройдут дожди. Температура днем плюс 23. Ночью 14-16 градусов. В Знаберных Челнах, Менделеевске и Сарманово переменная облачность. Осадки. Температура днем 20-23. Ночью 14-16 тепла. В Альметьевске, Бавлах, Бугульме переменная облачность. Временами дожди. Температура днем 23-24 градуса. Ночью 15-16 градусов выше 0. В туристических городах республики тоже ожидаются небольшие дожди. В Свияжске температура днем 23. Ночью 16 градусов тепла. Будет облачье с прояснениями. Временами осадки. В Болгарах днем 24 градуса. Ночью около 17 градусов выше 0. Будет переменная облачность. Местами дожди. В Елабуге температура днем плюс 22. 16 градусов тепла ночью. Здесь тоже будет облачье с прояснениями и небольшой дождь. В Казани облачье с прояснениями. Местами осадки. Температура днем составит 23 градуса тепла. Ночью 17. Атмосферное давление в норме. 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный около 3 метров в секунду. Влажность 61%. Магнитное поле земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok